50% населения Абхазии заняты сельским хозяйством. Раскинувшиеся на равнинах и предгорьях, живописная природа сел чрезвычайно богата. Здесь можно вырастить практически любой соответствующий климату вид насаждения, держать крупный и мелкий рогатый скот домашних птиц, выращивать культуры, насыщенные витаминами. Неизменным остается выращивание кукурузы, вспахать поля, засесть, удобрить, культивировать, собрать. Труд тяжелый, потому на протяжении многих лет, согласно программе поддержки, сельчанам помогают спецтехникой и горючим. Естественно, необходимые расходы закладываются в бюджет заранее, но, несмотря на эту предусмотрительность, по факту возникают проблемы. Не хватает горючего, а эта проблема, в свою очередь, возникает из-за неточных данных. Несложно понять, что эту ситуацию нужно устранять путем фиксации точных данных в Управлении госстатистики. Считаю, что в районных и конкретно сельских администрациях недооценивают важность похозяйственных книг, данные которых периодически должны обновляться. Каждые пять лет в Республике Абхазия идет закладка похозяйственных книг. Эти книги учета обычно заполняют главы администрации сел. И оттуда обычно набирается полная информация. Ну, как сейчас любят говорить, это якобы пережиток советского прошлого, но это далеко не пережиток. Это очень хороший, нужный документ. После 2017 года мы пересмотрели формат старой советской похозяйственной книги. Практически в статистике они не находили отражения. Были очень маленькие цифры, и перечень их был тоже очень минимальной данной по районам, которые предоставляли Управление сельского хозяйства. В 2011 году в Абхазии была проведена перепись населения, из которой видно, что 49%, почти половина населения, были представлены как жители, сельские жители. Поэтому их деятельность из статистики выпадает, из сферы сельского хозяйства выпадает. Предыдущая форма похозяйственных книг не содержала важных для статистики уточняющих сведения. К примеру, в книгу внесены теперь такие дополнительные разделы, как номер лицевого счета и адрес хозяйства, данные обо всех членах семьи, земли, находящиеся в пользовании хозяйства, данные про стеневодство, однолетних и многолетних насаждений. К примеру, раньше фиксировались данные площади, а теперь нужно указывать количество корней многолетних насаждений. Также для полноты информации необходимо зафиксировать количество животных, данные по транспортным средствам, по постройкам в хозяйстве, а также о начислении и поступлении земельного налога. Запланированная на 2016 год сельхозперепись, это была бы первая сельхозперепись в Абхазии после войны, она не состоялась. И когда мы обратили внимание на похозяйственные книги, там очень много параметров совпадали. Поэтому мы решили впервые для себя организовать в отсутствии сельхозпереписи обработку данных из похозяйственных книг. То есть статистикой обработка никогда не занималась, поэтому наше руководство профинансировало программу. Это была компьютерная версия данных по хозяйственных книг, которая бы позволила сверстать все показатели из данных сельских администраций с разбивкой по семи районам республики Абхазия и в целом по республике. Как выяснилось в процессе встреч с представителями районных и сельских администраций, многие после рождения ребенка не делают свидетельства о рождении, а делают его тогда, когда ребенок идет в школу. И это простой пример того, как статистика о рождаемости неподлинна. И таких ежегодно несколько сотен. А о ситуации со справками о смерти говорить о не приходится. Поэтому встал вопрос о том, чтобы разрешить выдавать эти документы на местах. Очевидно, это позволит более точно учитывать сельское население. Сельхозперепись проводилась для того, чтобы выявить наши ресурсы. Когда мы говорим о планах развития аграрного сектора и так далее, мы должны иметь инструментарий в виде показателей цифр, которые соответствуют реальности. Похозяйственные книги в уже усовершенствованной форме были разосланы в районы еще в 2021 году. В Гальском районе, к примеру, следуют наказу госстата в сроки и ответственно выполняют поставленную задачу. Прямо по дворовой обход главы администрации, заместителям, из-за двора, во двор. Это большой объем работы, и Гальский район справился с одним из первых. Им были работы отмечены, я со своей стороны тоже поблагодарил нашего руководителя, с ним занимается. Но эта работа обязательно, без статистики не бывает четкого планирования. Если ты понимаешь то, что у тебя в стране происходит, тогда ты можешь спланировать. Это очень важная работа. В этом вопросе важно понимать, что информативность по хозяйственному учету значима для разных сфер жизни и деятельности. Вот, к примеру, данные о земле важны для учета земельного налога и для получения подлинных данных о бесхозных хозяйствах. Данные о полувозрастном составе, о жилых домах, о животных, насаждениях необходимы для составления статистического отчета, данные о детях, для администрации сел, управлений образованием. А все это в совокупности важно для планирования и вычисления экономических показателей республики.